И мейн-эвент предстоящих выходных, замечательный поединок, прекрасное стилистическое противостояние двух, ну можно сказать, самых ярких проспектов на сегодняшний день в легком весе. Арман Царукьян против Матеуша Гамрата. Ну, Арман Царукьян это боец, который, как вы все прекрасно знаете, дебютировал просто шикарно против Ислама Махачева. Нельзя сказать, что он в том поединке добился успеха, да, он проиграл этот бой, но то, как он выглядел тогда, ну вполне себе, как я считаю, достойно. Во всяком случае, лучше всех соперников, которые были у Ислама после него так уж точно. Арман это боец, который хорошо себя чувствует в стойке, может побороться, как вы все видите, обладает прекрасной физической формой и самое главное, продолжает развиваться. Вопросы только к его кардио, потому что дистанция в 5 раундов для него пока что это новая дистанция и как он себя покажет мы не знаем, но в остальном вопросов к нему нет. И Матеуш Гамрат такой вот тоже проспект из Польши, который не сильно тяготеет к стойке, однако также обладает хорошей физической формой, прекрасной борьбой. И вот по поводу его кардио мы как раз таки можем сказать все, что захотим, так как 5 раундов этот парень работал и проходил эту дистанцию он вполне уверенно. И давай попробуем разобраться, вот Гамрат, казалось бы, может и на дистанцию поработать, может и в партере досрочить, а вот с Арманом пока вопросы есть. Но с другой стороны, он мощный, жесткий и сам может туда срочить кого угодно, в чью сторону ты здесь склоняешься. Ну это очень интересный бой, да, двух проспектов ярких, зрелищных, интересных и конечно же бой до одного из героев легендарного прессика, про который пишут люди. Поэтому конечно стоит здесь разобраться, да, разобраться. Что касается Матеуша Гамрата, действительно этот боец уже бывал в 5 раундовых противостояниях, причем нужно понимать, что ну в принципе для него это полнейшая норма, потому что я напомню, что в Польше в организации KSW он являлся чемпионом и он несколько раз там был в 5 раундовых боях. Причем я хочу заметить, что ну усталости там я у него чего-то не припомню вообще. Но опять же это было все-таки в Польше, нужно понимать. И кстати, я знаешь, я еще себя поймал на мысли, вот я просматривал крайние бои Гамрота в Польше, да, вот в 20-м году. И я себя поймал на мысли, что вот сейчас в крайнем бою, то что он показывал, в крайнем, перед этим, вот у меня ощущение, что это вообще другой боец. Вот вообще он настолько лучше стал, настолько стал грамотнее работать, он настолько стал зрелищнее, жестче просто сам по себе. Хотя казалось бы, да, ну я, я честно говоря, очень сомневаюсь, что в KSW сильно следят за веществами, которые бойцы принимают. Так, обтекаемо, да, скажу, я очень сомневаюсь, что за этим следят, учитывая то, что там каждый первый боец как греческий бог Аполлон выглядит, да. Но вот Гамрот, он сейчас, как мне кажется, даже еще лучше, чем в Польше выглядит, вот серьезно, просто великолепнейшая форма. Сейчас я напоминаю, что он тренируется в Американ Топ Тим и уже довольно давно. И это видно по его боям, он дерется разнообразно, он дерется думающе. И в целом, да, если мы посмотрим, вот у него единственное поражение от Гурама Кутатиладзе, бой был очень близкий. Гурам этот бой не выиграл, это увидел я, это увидел сам Гурам, это признал, да. Но с судейством уже проблемы у нас развиваются все больше и больше, и тогда они тоже были. В целом, Матеуш Гамрот сейчас прям совершенно, вот раньше в Польше это по сути чистый грэпплер был. Вот по сути чистый грэпплер, в последних там боях уже натренировавший стойку и, ну, человек, который может и в стойке постоять. Но сейчас я и не могу сказать, что вот у него грэпплинг это его сильная сторона. Нет, у него вообще стойка замечательная. И по поводу того, что он думающий боец, я хочу заметить, что появились у него вот эти вот фирменные из АТТ калфкики, очень жесткие, очень опасные. У него появилось понимание, как действовать, потому что вспомните бой с тем же Скоттом Хольцманом, да. Я уже обращал внимание на этот момент. Посмотрите, какие он делал переводы. Опять же, если вы знаете, кто такой Скотт Хольцман, то вы знаете, что его перевести это непростая задача. Это, ну, это не тот боец, которого ты выйдешь, легко бросишь. И Матеуш Гамрот, очевидно, они его разобрали. И переводы он именно делал тайминговые, очень низкие, прям в самый низ ноги. И получались тогда у него переводы. И это лишь говорит о том, что он думает, да, и в лагере его тоже думают, разбирают соперников. Ну, и в целом, ударка очень хорошая, ударка очень хорошая, жесткая тоже. Ну, и, конечно же, есть грэпплинг, есть борьба, это никуда не ушло, есть кардио. Вот. Ну, надо сказать тоже, что сильно там дифирамбы ему петь не стоит. И в стойке проблемы у него также бывали небольшие. И с тем же Диего Феррейрой мне показалось, что уже начал выглядеть не самым лучшим образом Гамрот. То есть бой был очень близкий. Но Феррейра присмотрелся и некоторые ключи подобрал. Более того, чтобы не быть голословным, если вам интересно, можете даже статистику глянуть. У Феррейры там просто даже тупо по статье вы увидите, что он больше ударов набросал за этот бой, хоть и проиграл его. Поэтому все-таки пока еще можно работать с Гамротом. Но, опять же, если ты сам очень хорош в стойке Феррейра, в стойке очень хорош, как я считаю. И тоже думающий, и тоже жесткий, да. Вот. Вот такой вот у нас боец Матеуш Гамрот. На мой скромный взгляд, один из лучших проспектов. Он сейчас у нас в 155 фунтах, да. И, конечно, хочется посмотреть этот бой. Что касается Армана Царукяна, то же самое. Я считаю, один из лучших проспектов. Он сейчас просто шикарная серия из пяти побед подряд. И я уже не говорю о том, что бой со Славом Махачевым или Махачевым, называйте, как хотите, да. Который он проиграл, ему только в зачет пошел. Вот реально, это тот момент, когда поражение тебе только в плюс идет. И посмотрите, какая серия. А сейчас еще две досрочные победы. Потому что я напоминаю, что с тем же Мерсье, Рамосом и Фриволой бои затягивались. Бои местами были, ну, не очень зрелищные. Прямо скажем. Вот, например, с Мерсье и с Фриволой вообще не зрелищные бои. Он просто залеживал соперников. Плюс, вот, например, с Фриволой мне очень сильно бросилась в глаза, что совершенно перестал Царукян работать на досрочку во второй половине боя. И я считаю, я полагаю, это лишь мое субъективное мнение, опять же, это потому, что он рассчитывал свое кардио. Потому что он знал, что если он выложится, он может закончиться. Не стоит этого делать, нужно разыграть, ну, до точного, да. И именно из-за этого, и в том числе, и в других боях мы некоторое проседание видели. Я думаю, что кардио у него все-таки не самое хорошее. Сейчас у него две досрочные победы. Тут мы по кардио ничего сказать не можем, да. Гиагас он выключил, показал, что он и панчнуть может. Ого-го, да, как. Ну, и с Жолем Альваресом жесточайший бой. Шикарная победа. Царукян его именно в партере уничтожил и изнасиловал, да. Все хорошо и классно. Что касается этого боя. Ну, во-первых, по антропометрии надо сказать, что очень длинные руки у Армана Царукяна. Но Гамрат более высокий, да, боец. Вот, и если разбирать их аспекты стойки, вот мне кажется, что у Матеуша Гамрата здесь будет преимущество. Вот я не знаю, у меня вот складывается по боям вот такое мнение. Потому что именно вот мне импонирует то, что он думает, да, в боях. То, что он действует разнообразно. И Царукян действительно хорош, но все-таки свои победы он добывает в партере, да. А вот вопрос, сможет ли кто-то кого-то побороть, вот это уже другой вопрос. Гамрат, он пытается бороться. Даже с теми, кто сам хорошо это делает, он тоже может пытаться бороться. И взять того же Феррера, он его пытался бороть. Но опять же, вот сможет ли он Армана побороть, я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Может быть, но сомневаюсь. А вот сможет ли его Арман побороть? Ну смотри, пока Гамрата никто не переводил в UFC, если я верно все помню. Более того, повторюсь, в КСВ я там украйние бои пересмотрел. И причем до этого я тоже его бои помню, потому что, естественно, я слежу за КСВ уже давно. Не припомню я, чтобы Гамрата там бороли. Поэтому для меня здесь тоже вопрос, сможет ли его Арман побороть. Да, он такой мощный, физически сбитый. И, возможно, на физике будут получаться переводы. Но, с другой стороны, здесь 5 раундов. Если переводы будут сложно получаться, то там можно и устать в этом аспекте, да. Поэтому у меня здесь вот в голове вырисовывается довольно близкий, если честно, бой. Потому что мне трудно прям точное преимущество кому-то в стойке отдать. Я бы, наверное, к Гамрату склонился. И мне трудно сказать, кто кого сумеет забороть, да. Здесь я бы, наверное, к Царукьяну склонился, но не верю, что он весь бой сможет бороть. Поэтому вот так вот в моей голове все близко это дело смотрится. Ну а кэф-то, блин, кэф-то совсем не близкий, да. 1,34 на Царукьяна и 3,37 на Матеуша Гамрата, где-то, понятное дело, еще выше. И, учитывая, что у нас Царукьян это герой легендарного экспресса, кэфы будут еще на него снижаться, я в этом уверен. Ну, не знаю. То есть, стоит ли он этого кэфа? Мне кажется, что бой крайне близкий. Мне кажется, что Гамрат даст ему бой. То есть, это ММА, здесь всякое бывает. Вы сами знаете, мало ли, может быть, сейчас выйдет быстренько, Арман вырубит. И все. И, типа, ну, тогда он стоил своего кэфа, да. Ну, если честно, мне больше верится в такой исход, Андрюх, что это будет близкий, сложный, плотный бой для каждого из бойцов. И даже если вы такие, окей, Арман Царукьян будет лучше. А вот вы уверены, что судьи, если бой дойдет до решения, увидят так же, как и вы этот бой увидели, да. Учитывая, что мы видим на последних турнирах. Потому что, да, бывают такие судьи, которые увереннейший раунд, там, избиение все равно отдают того, кому избивали. Поэтому это еще один вопрос, да, к тому, чтобы вот Царукьяна прям сильно там гружаться за вот такой маленький кэф за 1.3, но это слишком. Ну, это реально слишком. Поэтому по таким кэфам я бы, конечно, за Гамрата, если честно, поболел, вот чисто исключительно из-за кэфов. Ну, а так, в целом, они оба отличные проспекты, они оба такие свежие, классные, мне нравятся, безусловно, такая, знаешь, новая кровь, такие две акулы, которые к топу движутся, это очень классно, замечательные бойцы. Но кэфы, я считаю, расставлены со слишком, со слишком таким большим смещением в сторону Царукьяна, мне кажется, что это неоправданно. Ну, пожелаем Арману удачи и, не знаю, пожелаем ему оправдать этот кэф. Слушай, ну, вполне обоснованно то, что его сейчас выставляют таким крупным фаворитом, по причине того, что он, вот, провел довольно-таки сносный, интересный и конкурентный поединок против Ислама Махачева, и с тех пор больше не проигрывал. Поединки складывались для него довольно-таки легко, у него там есть финиш, и в целом он выглядит как боец, который, ну, не то что сказать, достиг своего пика и сейчас рвет всех и мечет, но он находится на пути к этому, и кредит доверия к нему довольно высок. Гамрад же пока что для людей не такой понятный боец, никто в него особо так яро не верит, но, тем не менее, все может поменяться уже в эти выходные. Он действительно неплох, у него и борьба хорошая, и стойка, ты верно заметил то, что это совсем не тот боец, который был в CSW, и, соответственно, поэтому уважать его и относиться с пониманием к тому, что он серьезный боец, я думаю, то, что стоит однозначно. И, в первую очередь, это стоит делать Арману, никакой недооценки тут, в принципе, быть не должно, и я надеюсь, он это прекрасно понимает. Пожелаю ему удачи, его ждет, как я считаю, непростой поединок.